МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тарифы системы Платон с начала 2017 года поднимутся до 3 рублей 6 копеек за километр. Об этом сообщает Росавтодор. Система сбора платы из больших грузов весом более 12 тонн была введена в ноябре прошлого года. Изначально тариф устанавливался в размере 3 рубля 73 копейки. После протестов дальнобойщиков плату временно снизили до 2 рублей. Оператор системы компания РТНВС транспортной системы за год выдала грузоперевозчикам 570 тысяч бортовых устройств, оформила более 10,5 миллионов маршрутных карт. Количество зарегистрированных в системе увеличилось на 40% и достигло 771 тысячи единиц. Среди пользователей системы 60% составляют физические лица, 20 юридические, еще 20 индивидуальные предприниматели. Отмечу, что на строительство нового Затонского моста в Уфе полтора миллиарда рублей было направлено со сборов по Платону. Ставку по льготным кредитам для аграрии с начала 2017 года составит от 3 до 5%. Об этом заявил глава Минсельхоза России Александр Ткачев. Предполагается, что такая мера увеличит количество заемщиков минимум в два раза. Сейчас российские аграрии направляют на оплату субсидируемой части ставки собственные оборотные средства, а потом ожидают возмещения от государства. Ранее Минсельхоз предложил упростить этот механизм и перейти к системе, при которой субсидии на компенсацию будут направляться напрямую в банки-агенты. Обновленный механизм краткосрочного кредитования также предполагал переход на систему, при которой процентная ставка для сельхозтоваропроизводителей изначально составит не более 5% годовых. Проект бюджета Уфы на 2017 год впервые сверстан без дефицита. Доходы и расходы городской казны спрогнозированы в размере 18 миллиардов 470 миллионов рублей. Сегодня депутаты Горсовета назначили публичное слушание на 30 ноября. Основные источники доходов бюджета прежние. Трансферты из вышестоящих бюджетов составят 8 миллиардов, налог на доходы физлиц 4, налоги на совокупный доход и имущество по миллиарду. Структура расходов традиционная. Больше всего планируется потратить на образование более 9 миллиардов. В сферу ЖКХ направят 3,5 миллиарда. Содержание дорог обойдется в 1,2 млрд. Также депутаты утвердили ставки по налогам на вмененный доход для госпредприятий и ИП. В районах Дюма и Норс до 0,54. В районах Затон-Шакшанижа городка до 0,42. И в границах территории с минимальной градостроительностью и ценностью до 0,3. Значение корректировщика ЭСНТК-2 по бытовым услугам, оказываемым индивидуальным предпринимателям, не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим, лицам предполагается установить единицу. К рассмотрению также был представлен документ о налогах на имущество физлиц, который исчисляется от кадастровой стоимости. С 2017 года налоговые ставки будут проиндексированы в отношении квартир, комнат и гаражей на 10%, жилых домов на 20%. По прогнозам аналитиков, новости о задержании Алексея Улюкаева не повлияют на котировку акций Башнефти. Как бумаги компании торгуются сегодня, а также о ситуации на валютном рынке нам расскажет начальник управления ценных бумаг и валютного контроля башком Снаббанка Азат Амиров. Он выходит на прямую связь со студией РБК Уфа. Азат, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Олег. Сегодня на валютных торгах рубль довольно серьезно обесценился против валют конкурентов. Доллар вырос на рубль 15, торгуется по 65,34. Евро подорожал аналогично на рубль 13. Торги идут на отметке 69,98. С одной стороны, стартовавший налоговый период должен оказывать поддержку нашей национальной валюте, но падающая нефть не оставляет шансов. Бренд в моменте теряет 0,8%, лайт снижается на 0,9%. Тем не менее, российские фондовые индексы сегодня проводят день в зеленой зоне. МВБ повышается на 1,3%, РТС растет на 0,5%. И ты совершенно прав, Олег, по поводу башнефти. Коррупционный скандал совершенно не влияет на динамику котировок компаний. Обыкновенные акции сегодня торгуются практически без изменений. Привилегированные растут всего лишь на 0,4%. Таковы вкратце итоги. Олег. Спасибо, Азат. Это был наш постоянный эксперт, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля башком снабанка Азат Амиров. Турпоток в Башкирии Встречались с коллегами из Китая. Среди точек роста индустрии названы туристические кластеры, которых в Башкирии 7. В частности, легенда Урала, Нугур, Шаслак-Куль и бурзианский кластер, который вошел в федеральную целевую программу. По потенциалу рост 2-2,5 раза это, я считаю, что вот просто, как это говорится, только взять. Значит, что мы делаем? На сегодня мы переформатировали немножко государственную программу. Мы больше и больше участвуем в продвижении нашего потенциала. Вот только недавно вернулась группа из Алтайска. Вот сегодня у нас здесь работает порядка 10 туроператоров из Москвы. Это крупные федеральные туроператоры. А на Востях пока все. Встретимся в 19.30.